Рад приветствовать вас на своем канале Классическая поэзия и проза. Подписывайтесь, ставьте лайки. По мере возможности поддержите канал. С уважением, к вам ваш Павел Беседин. Донские гулёбщики По правому берегу Дона, От устьев реки Оксая до границ нынешней Воронежской губернии, В глуши лесов, Между болотами и топами, Были рассеяны небольшие казачьи городки, Состоявшие из шалашей и землянок, Наскоро обнесенных терновыми плетнями. Казаки заботились не о красоте своих жилищ, А об удобствах их для вечно боевого быта. Они приноравливали их к тому, Чтобы не играл на них вражеский глаз, Чтобы при нашествии татар Их можно было бросать без сожаления. Пускай, говорили они, Бусурманы жгут наши городки. Сколько угодно. Мы выстроим новые, И скорее они устанут сжечь, Чем мы возобновим их. И действительно, Бусурманы то и дело нападали на дон, Внося с собой меч, Опустошение, И начисто выжигали казацкие городки. При таких суровых условиях жизни, Конечно, Не могли не выработаться, И действительно, Вырабатывались те замечательные типы, Перед которыми, Останавливаясь с любопытством и изумлением. С течением времени И изменявшихся обстоятельств, Создававших для казачьих станиц Более мирное и спокойное существование, Изменялось и казачество. Беззаветная дерзкая удаль, Не исчезая совершенно, Заменялась качествами более домовитыми. Но чтобы понять историю русской колонизации на Кавказе И покорения края, Необходимо обратиться к старинным временам И типам казачества. Особенно известностью на Дону Пользовались охотники, Кулебщики, Которых называли иногда словом Отвага. То были люди, Большей частью отпетые, Которым не сиделось дома, Которых так и тянуло, Как говорит величайший из русских поэтов. В чистом поле погулять, Серых уток пострелять, Руку правую потешить, Сарацина в поле спешить, Или башку широких плеч У татарина отсечь, Или вытравить из леса Пятигорского черкеса. Охотники этого рода охотились очевидно. В то стародавнее время Ни на одних зверей, Но не давали пощады и своим неприятелям. А к числу неприятелей казаки Причисляли всех, С кого можно было снять зипун, Почему их и называли иногда зипунниками. Даже Ермак Тимофеевич, Стенька Разин И другие крупные личности из казаков, Сумевшие вписать свои имена На страницы истории, Разгуливая по широкому раздолью Матушки Волги, Были тоже охотниками, Отвагой в донском смысле, Хотя из казаков Никто и никогда Не назвал бы их разбойниками. В старинной песне Удалая Ватага С некоторой гордостью Говорит про себя. Мы не воры, Не разбойнички, Стеньки Разина, Мы работнички. Задумав погулять, Казак ни у кого не спрашивал На то позволение, А выходил в своей станице На сборное место, К станичной избе, И, кидая шапку вверх, Восклицал, Атаманы молодцы, Послушайте, Кто на синем море, На черное, Поохотится, На кумреку, На кубань, Ясырей добывать, На Волгу матушку, Рыбку ловить, Под Астрахань, На Незовье, За добычей, В Сибирь, Пушистых зверей пострелять. Желающие в знак согласия, Также бросали свои шапки вверх, И затем прямо шли Во царев кабак, Где вершились у них все дела, И где зачаркаю вина, Они выбирали себе Походного атамана. На такую охоту Казаки обыкновенно Выходили партиями, Конными и пешими, И в пять, И в пятьдесят человек, Ходили иногда и в одиночку, Но тоже были характерники, Умевшие подчас Заговорить и свое, И вражеское оружие. Начнем с охотников в одиночку. В числе последних магикан Тихого Дона, Знаменитых охотников-характерников, Доживавшие свой век В семьдесятых годах Прошлого столетия, Было некто Иван Матвеевич, Краснощокая, Который может служить для нас Настоящим представителем Типа донских гулебщиков. То был богатырь, Наводивший страх На целую Кубань Своим появлением. Черкесы прозвали его Аксак, То есть хромой. Краснощокая был ранен в ногу И оттого прихрамывал. Казаки слагали о нем песни, Которые еще и поныне Поются на дону Старинным и заунывным напевом. Имя и подвиги Краснощокова, Говорит Киреевский, В своем известном Сборнике народных песен Встречаются, Как воспоминания И в песнях позднейших, Сложенных после его смерти. Об этом крупном Историческом лице Мы доселе не имеем Не только дельной монографии, Но даже простого Биографического очерка. А между тем Это последний русский богатырь, С именем которого Связаны последние наши былины. Он, как герой, Сопровождается песней С молодых лет до смерти. И после него Не нашлось уже никого, Кто бы вызвал в народе Преподобное, Былинное творчество. Одна из донских легенд Вот что рассказывает О Краснощокове. В его время был знаменитый, Памятный донским казакам, Богатырь Горцев По имени Овчар, Любивший поохотиться Не менее Краснощокова. Едва ли был среди казаков Такой человек, Который хладнокровно Встретился бы с Овчаром. Но Краснощоков не сторонился его, А напротив, Искал с ним встречи. Не прочь был и Овчар Встретиться с Краснощоковым. Оба богатыря Хорошо знали друг друга По общей молве. Наконец они встретились. Блуждая однажды Где-то далеко Понад самой Кубанию, Ежеминутно рискуя Своей головою, Краснощоков наехал На такого же Одинца, Как и он сам. И догадавшись, С кем судьба Привела ему встретиться, Начал Стереться, Чтобы не спустить С руки Ясно сокола. Дело было Под вечер В холодную И ненастную Осень. Над самым Обрывом Крутого берега, Под опушкой леса, Облокотившись На руку, Лежал Закутанный В бурку Овчар И задумчиво Смотрел, Как синий огонек Перебегал По тлеющим Углям Потухающего Костра. Так Поэтично Рисует Его легенда. Казалось, Он до того Погрузился В это занятие, Что не слышал Даже свиста Бури, А не то, Что приближение Русского Витязя. Но то Было Хитрое Равнодушие. Опытный В своем Ремесле Джигит Давно Зачуял Зверя И только Не трогался С места, Выжидая, Чтобы даром Не марать Своей Крымской Винтовки. Краснощокову Предстояло Трудное И опасное Дело. Он знал, Что ружье Его Короткое, А у врага Бьет Далеко. Но так как Поддаться Назад Было бы Стыдно И казачьей Чести Поруха, То он Подумал, Подумал И припал К земле. Тут Хитрый Казак Выставил В сторону От себя Свою Шапку Туркменку И едва Разгуливал Разгуливал Вольный Черкес Богатырь, Встреча С которым Была Равнозначна Гибели. Оружие И резвый Аргамак Овчара Достались Краснощокову В добычу. Броневский, Посетивший Дон В 1831 Году Говорит, Что порода Этого Жеребца Сохранялась И тогда В лучших Донских Табунах И была Известна Под именем Овчарской. Было ли То факт Или только Свидетельство Памяти Народной О Краснощокове Сказать Не сумеем. Подобные Подвиги Служили Для донцов Простой Забавою, Но иногда Они Предпринимали Поездки И с чисто Коммерческими Целями. В прибрежных Камышах По Кубани Водилось Множество Птиц И зверей. И партии Казаков Выезжавшие Из Дона Проводили На охоте По месяцу И более Среди опасных Встреч И приключений. Есть Следующая Легенда О донских Охотниках Приезжавших Однажды За Кубань На поливание. Легенда Эта записана Автором Записок Старого Казака Шпаковским В начале Сороковых Годов Со слов Очевидца Почти Столетнего Старика Князя Каплан Гирей Канакова. Она Рассказывает Следующее. В конце Минувшего Столетия В то время Когда Суворов Только что Начал Строить Укрепление По правому Берегу Кубани Партия Гулебщиков Расположилась Табором На берегу Малого Зеленчука И Несколько Человек Из нее Тотчас Отправились Для осмотра Окрестности И мест Удобных Для охоты В то же время Партия Горцев Человек Так Полтораста Под Предводительством Отца Князя Канакова Беспечна Шла С верхови Зеленчука На Кубань Для грабежа В русских Пределах До 30 Молодых Черкесов В числе Которых Был и сам Рассказчик Князь Каплан Гирей Конагак Вздумали Поджигатовать И незаметно Ушли далеко Вперед От партии Один Из Жигитов Вскочив На Высокий Курган Привычным Взглядом Окинул Окрестность И заметил Вдали Пробиравшегося Среди Зарослей Вершника В необычальной Одежде С длинной Пикой С винтовкой За плечами Горец Крикнул Товарищей Товарищей И молодежь Окружившая Со смехом Садника Потребовала Чтобы он Слез С коня И Положа оружие Приблизился К ним Делать было Нечего Мрачно Взглянул Казах Наджигитов Злобно Улыбнулся Медленно Сполз С коня Снял С себя Саблю Винтовку Кинжал Воткнул Пику В землю И Накинув Поводье На луку Подошел К ним На вопрос По-нагайски Что им нужно Раздался Дружный Хохот Неуклюжий Ахабень Высокая Рысья Шапка Надетая На неповоротливого По-видимому Богатыря Его тупой Взгляд Из-под Нависших Бровей Грязное Загорелое Лицо Так Насмешили Молодых Людей Что Они Велели Казаку Взять Оружие Сесть На коня И следовать За ними Молча Истым Увольнем Вооружился Богатырь И не сел А взвалился Началого Маштака Такого же Невзрачного И неуклюжего Как его Хозяин И Казалось Едва Передвигавшего Ноги Эта пародия Наджигита Вызвала Новый Взрыв Хохота И Молодежь Потешаясь Заставила Пленника Джигитовать Неуклюже Согнувшись Размахивая Руками И болтая Ногами Тронулся Казак Вперед Каким-то Кутцем Отличался Встремя Стан Великаном Меткий Из 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 Горцев И Смерти Все Той Раны Между Бровей Как будто Для Казака Не Было И Другой Цели Так Оставить Небольшой Узнала С несколькими Старшинами Повел Приятельскую Речь С Пеглеваном Этого Пеглевана Звали Баклан И Это Имя Глубоко Запечатлелось В памяти Князя Конакова На Дону Это Прозвище Принадлежало Деду Знаменитого Кавказского Генерала Якова Петровича Бакланова Встреча С Охотниками Донсами Расстроила Черкесам Набег На Закубанские Казачьи Хутора В партии Их было Убитых И раненых До 50 Человек В то время Как Из гулебщиков Только 6 Человек Поплотились Легкими Ранами Недель Через 5 Тяжело Нагруженные Возы С разным Битым Пушным Зверем Кабанами Лосятиной Дичью Потянулись За Ягрлык Границу Донского Войска И Прибыли Благополучно Домой А горцы Не только Кончаковской Партии Но и Соседних Аулов Долго После того Не отваживались Нападать Даже на Одиночных Казаков Охотников Такова Была Донская Отвага Выходившая На гульбу И промыслы Вольные Степи Но Характеристика Донского Казачьего Быта Была бы Неполна Без Рассказа О том Как Защищал Казак Своё Родное Гнездо Когда Хищный Нагайц И Воинственный Черкес Приходили К нему Жечь Убивать И Полон Полонить Характерным Примером Такой Защиты Может Служить Донская Быль Вероятно Единственный Единственный Появившийся В печати В одном Старинном Журнале Рассказ О том Как Бились И умирали Казаки На порогах Своих Жилищ 16 Августа 1738 Года В Донской Казачий Городок Быстрянский Прискакали Двое Испуганных Всадников Валит На нас Касай Мурза С черкесскою Силою Видимо Невидимо Кричали Они Торопясь В избу Станичного Атамана Ударили С полох Сбежались К Майдану Станичники Но Увы Их Было Слишком Мало Чтобы Противоставить Стать Против 30 Тысяч Татарского Сборища Татары Улучшили Время Взять С Дона Баранту Заказать Заказачьи Прогулки По Кубани Они Проведали Что Лучшие Удальцы Донские Бьются В Крыму С турками И Нахлынули На Их Родину Между Казаками Шел Шумный Спор Как Лучше Ухлебосолить Так сказать Горцев Хотя Бы И самим Не пришлось Вернуться С кровавого Пира И вот Среди Громкого Казацкого Говора Раздался Голос Исаула Помолчите Помолчите Атаманы Молодцы Говор Мгновенно Затих И Казаки Встали В кружок Ну Атаманы Молодцы Заговорил Станичный Атаман Застала Нас Зима В летнем Платье Теперь Не час Замышлять О шубе Надо Подумать Как бы Голодьбе Выдержать Морозы Не учить Мне вас Атаманы Молодцы Как резаться С бусурманами Это Дело Казацкое Обычное Но О том Не смолчать Мне Что Всех То Нас Теперь Первый Второй Да И Конец Счету Татарской Жей Силы Сложилось По Нашей Головы Тысяч До Тринадцати Аля И Больше Счет То Велик Перебил Его Старшина Роба Да Цена Волтын Касаем Мурза Громоздок Ордой Али Хих То Уздиней И Джигитов У него Всех По Пальцам Перечитать Можно Так Не Лучше Ли Не Терять Пары Залечь По Концам Города И Ожидать Татар Надуло А Там Гляди И Войсковой Таман Наш Данила Ефремович С Войском Помогу Подаст А Нет То Лучше Голова С Плеч Чем Живые Ноги В Кандалы То 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 Голова С Плеч В Раздумии Проговорил Атаман Оно Статно Что За Плохой Укрепой Какова В нашем Городке Долго Не Усидишь Головы Казакам Складывать Не Диковина Да Какова Про Мертвых Войске Речь Пройдет Наша Вина Что Мы За Добра Ума Не Перебрались Из Городка В Крепость Вот О чем Думать Надо Нам И Казаки Серьезно Задумались Припомнилось Им Как Намедни Впустили Они В свой Городок Какого-то Казака Проходимца Который Прикинулся Посланцем От Атамана Яицкого С Вестью Будто Бы Де Дундук Амбо Со Своими Калмыками Да С Казаками Яицкими И Терскими Всю Кубанскую Орду Погромил И Что Не в силу Нынешним Годом Подняться На Их Донские Городки Слушали Тогда Казаки Рассказчика Краснобая А он Все Разглядывал Выведывал Высчитывал И Стало Потом Уже Несомненно Что То Был Совсем Не Яицкий Казак А Некрасовец Подсыльный Касай Мурзы Прах Бо Его Побрал Припомнив Такое Обстоятельство Казаки Стали Перерекаться Друг с Другом Кто Был Такому Делу Заводчик Как Вдруг Вышел Из Столпы Старый Седой Казак Булатов Не Не Подстать Нам Теперь Атаманы Сказал Он Смутные Заводы Заводить Когда Того И Гляди Татарская Сила Накроет Наш Городок Рассудимся После К К Вечеру Может Припадет Нам Новоселье Скочевать В Матушку Сыру Землю Там Будет Каждому Расправа Начиства Подумаем О другом Ведь Дело Нашему Конец И Теперь Виден Помощи Ожидать Неоткуда Живыми Отдаться Стыдно Да И Необычай Такой У нас А пока У нас Шашки Ружья Есть Порох Есть И Головы На плечах Надо Обнабиться Вот И Все Тут Давайте Разделимся На десятки Да Раскинем Умом Разумом Где Кому Засесть В Концах Города Я Примерно Покладаю Вот Как Афанасию Меркуловичу Он Указал На Робу Быть На Конец Конными И Сначала Выскопить На Городок Мне Булатову В передовых Лежать На валу Михаилу Ивановичу Он Указал На Казака Кургана По Базам И За Городом Сесть А Тебе Атаману Оставаться С Подножными Недалеко От Боя И Быть Надо Над Всеми Старшим Ну Станичники Как Присудите Пригадаете Быть По-твоему Закричали Многие К делу Речь Подтвердили Другие Дай Бог Добрый Час Заговорили Казаки В один Голос Пойдем Пойдем Станичники Продолжал Булатов Засядем И будем Стрелять Покуда Мочь Возьмёт А Вось Либо Булатов Перекрестился Божьей Милостью Да Государским Счастьем Нашей Матушке Царице И Казацким Молодечеством Отсидимся От Бусурманского Приступа А Нет Его Святая Воля Едва Только Успели Казаки Занять Назначенные Им Места Как Татары Хлынули На Городок Застонала Земля Началась Баталия Э Э Пожар В городке Тушите Бабы Крикнул Атаман И последний Резерв Вместе С ним Устремился К месту Боя Два Сильных Татарских Приступа Быстрянцы Отразили Успешно Воодушевляясь Надеждой Что Атаман Ефремов Вот-вот Нападет На черкесов С тыла И спасет Их от гибели Но При третьем Натиске Потеряв Больше Половины Своей Дружины Казаки Не могли Остановить Татар И уступили Им место Битвы Свирепые Закубанцы Как бурный Поток Разорвали Ряды казаков И с оглушающим Криком Гайда Алдан Жаур Кинулись В их Жилище И зажгли Несколько Куреней Жадный Огонь Мгновенно Разнесся И охватил Весь Городок К вечеру Татары Обремененные Добычей И полоном Ушли Оставя за собой Кровавые Следы Настала Настала Ночь Пламя Куреней Метался Куреней Настала Никогда Никак Не заряжались И тихий Дон Вполне Стал Тихим После Вековой Беспрерывной Брани Вносившей Шум И движение На его Берега Он По выражению Поэта Задремал Как Старец Утомленный Многолетними Боевыми Трудами Шум Крес